Спасибо. Значит, в 1973 году у пациента установлен диагноз был охолозий карди четвертой степени, и все эти 40 лет это было для пациента основным заболеванием. Но в этом году, в январе, он у себя по месту жительства в Сыктывкаре поступил в порядке скорой помощи в дежурный хирургический стационар с диагнозом желудочно-кишечного кровотечения, и вот как раз с этого этапа начинается обследование и лечение диагноза рака пищевода. Я хочу сказать, пусть вас не пугает стадирование по системе ТНМ и японской классификации, в нашем институте уже не один год, а именно с 2011-2012 года проводится работа по раку пищевода, и пациенты обследуются с помощью различных методов исследования. Мы пытаемся выяснить, насколько та или иная модальность, насколько тот или иной метод визуализации позволяет правильно стадировать пациента и насколько он соответствует в конечном итоге патологоанатомической классификации, то есть тому анализу операционного материала, который проводят для нас морфологи. По данным видео-эзофагогастродиоденоскопии, с учетом диагноза холозей, кардии, четвертой степени, пищевод и сообразный, мы видим следующую картину. Большое количество пищи, которое требовало предварительной аспирации. Сама же опухоль локализовалась при различных методах исследования, различными аппаратами, 28-30 см, это максимальный край, и дистальный край опухоли на 36 см. Получено гистологическое заключение, которое пересмотрено и у нас в институте. Это высокодифференцированный плоскоклеточный рак с очагами некрозов. Ну, собственно говоря, вот некроз опухоли, кровотечение, заболевания и проявили. При рентгеноскопии пищевода мы видим картину, характеризующую четвертую степень ахолозей кардии. Это большой пищевод расширенный в разных отделах при различном наполнении. Это и 7, и 8, и даже 10 см было. То есть затруднения в приеме пищи не только в связи с раком основного заболевания, в связи с раком, но и в связи с нарушением пропульсивной функции пищевода. После обследования в марте-апреле этого года на базе нашего отделения пациент получил курс дистанционной лучевой терапии на опухоль пищевода, лимфатические узлы средостения и с профилактической целью на лимфатические узлы надключичной области, а также в соответствии с международными стандартами и курс химиотерапии по схеме ПФ в дозировках цисплотина и 5-туророцилы, указанных на слайде. Состояние после операции, после химио-лучевой терапии, выполнена компьютерная томография, мы видим, что достоверного увеличения лимфатических узлов средостения у пациента нет, поэтому то исходное состояние, которое описывало третью С, четвертую стадию, оно в настоящий момент после лечения требует рестадирования, и я думаю, что в дальнейшем патоморфологи нам уже точно скажут, где были метастазы и глубину проникновения опухоли, что в первую очередь важно для стадирования рака пищевода. Спасибо. Коллеги, вопросы есть по больному, к докладчику? Пожалуйста. Морфологической верификации лимфатических узлов не было. Значит, какие методы исследования устанавливают диагноз, вот тот, который С? Это эндосонография через пищеводное одномоментно с гастроскопией. Опять же, не все пациенты, я уже не только говорю об этом пациенте, а вообще в целом, при стенозирующем раке эту процедуру выполнить не удается в силу диаметра аппарата, то есть по техническим причинам. Поэтому у нас в институте есть работа по стадированию и визуализации опухоли пищевода и распространению наличия метастазов по МРТ с учетом плотностных характеристик, новообразования первичной опухоли и лимфатических узлов. И вот применение этих разных модальностей, компьютерной томографии, ультразвукового исследования позволяет нам ставить диагноз клинически. Но морфологическое исследование лимфатических узлов возможно только при их открытой локализации, то есть это опухоли надключичных областей, не дай бог паховых областей, мягких тканей, что тоже бывает. Но эти пациенты, они, к сожалению, не подлежат оперативному лечению. Они проходят курс либо палиативно-химиолучевой терапии, либо, увы, симптоматическое лечение. Дополнение еще. Ну, есть, кроме того, что я перечислил, есть недеятельность, которая может достоверно депрукционные лимфатические пары, архиальные, оценить, да, морфологические. При функционной АДМСе, при промпускательной, те же самые депрукционные вопросы можно достаточно достоверно. Как дополнение к моему вопросу, следующий вопрос. При компьютерной самокатике, контрольной, МНТ, уменьшилось ли размеры этих лимфоузлов? То есть динамика есть? Динамика есть положительная. Лимфатические узлы в динамике перестали определяться по тем размерам, которые соответствуют критериям метастазов. Отдаленных изменений во внутренних органах метастазов легких паранхематозные органы не было. По КТ и по МРТ. Еще вопросы есть? Вопросов нет. Спасибо.